В дни празднования всеми любимой в России Масленицы, жители Уфы и Казани жили противостоянием Салавата Юлаева и Акбарса. Последнее воскресенье февраля совпало с третьим матчем серии команд в плей-офф, который состоялся в столице Башкортостана. На эту игру болельщики спешили и еще до входа в Уфа-арену успевали получить свою порцию эмоций посредством всевозможных развлечений. Здесь скоморохи и другие народные герои поднимали настроение гостям. Гуляния, празднества и угощения для зрителей были приготовлены и внутри арены, где болельщики наслаждались масленичными забавами под зажигательную музыку. Я считаю, что наши люди, которые этим занимаются, они провели очень хорошую работу, что они совместили, что можно почувствовать праздник прямо здесь, придя на Уфа-арену. Конечно, это создает такой определенный радостный праздничный настрой. Конечно, я чувствую сегодня праздник, потому что сегодня с самого утра светило солнце. Праздник у нас очень большой. Маслениц, это само собой, но нам надо сегодня обязательно выиграть матч. Праздничное настроение уфимские болельщики смогли передать юлаевцам, которые и без того вышли на игру с бешеным настроем. С первых секунд хозяева стали играть в остроатакующей манере. Разящие контратаки сменялись позиционным нападением, а успех принесло первое же большинство. Хитрющий уморк нашел на пятачке Капризова и начало положено 1-0. Подопечные игре Захаркина отыграли в таком ключе практически весь стартовый период и еще до его завершения забили снова. Куляш разрядился, как из гаубицы, гарипов вне игры и на табло радостный для нас 2-0. Мы играли дома, нам нужна была эта победа, как, не знаю, больше всего на свете в этот день. Получилось забить хорошие голы в большинстве. Такое преимущество сделали себе. Второй игровой отрезок уфимцы провели неровно. Наши хоккеисты хорошо начали и даже забили усилиями уморка в большинстве, после чего отдали инициативу сопернику. Гости, видимо, этого только и ждали, сравняв счет задолго до сирены на перерыв. После третьей пропущенной шайбы наш тренерский штаб выпустил на площадку Светборга и он больше впоследствии не пропустил. Ну, в первую очередь, наверное, большинство хорошо работало, что у них они забили два гола, мы тоже забили два гола. Ну и у нас еще поддержка очень прекрасная была, болельщики игнали вперед нас. Еще это придавало больше эмоций. Третий период – это настоящая игра нервов. Уфа-арена в едином порыве громогласно вздыхала то от спасения Гарипова, то от блистательной игры Светборга. Решил же все один эпизод в зоне Акбарса, когда Лисин в очередной раз продемонстрировал свое умение забрасывать важные шайбы. 4-3, Юлаевцы одерживают первую победу в серии, но никто по этому поводу не обольщается. Впереди дальнейшие битвы. Мы сражались с первой минуты, взяли первое очко, и это не более того. Мы проиграем по-прежнему в серию, ждем следующего матча. Высококлассный хоккей в исполнении двух команд – это настоящее эстетическое удовольствие, которое затягивает всех и каждого. Ждать осталось недолго. Уже завтра в Уфу-арене мы снова станем свидетелями жесточайшей битвы за победу в зеленом дерби. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлаев. Субтитры создавал DimaTorzok